Министры иностранных дел России, Украины и Турции провели переговоры на полях дипломатического форума в Турецкой Анталии. Они проходили по предложению турецкой стороны. Также глава МИТРФ заявил, что Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта. Проблема ядерной угрозы в истории международных отношений достаточно не новая. В 1962 году человечество проходило похожий этап на фоне Карибского кризиса. На тот период времени, несмотря на всю тревожность отношений между СССР и США, руководители стран нашли возможность вступить в диалог и выйти из этой сложной ситуации. Что касается текущей ситуации, то, безусловно, ситуация достаточно напряженная. Но, с моей точки зрения, все-таки той эскалации, которая предшествовала, например, событиям Карибского кризиса в настоящем времени нет. И, кроме того, все-таки большое значение имеет тот факт, что Россия всячески стремится участвовать в переговорном процессе. И мы знаем переговоры, которые проходили в Беловежской пуще, и переговоры сейчас только что были приведены в Турции. Когда хотя бы одна из сторон населен на диалог, всегда есть надежда, что можно будет найти компромисс и разрешить ситуацию. В данном случае Россия готова наладить отношения. С другой стороны, нельзя не отметить, что риторика связана с огнетанием проблем Третьей мировой ядерной войны. Она все-таки исходит не от российской стороны, она больше исходит со стороны США. Президент же Байден неоднократно использовал этот термин – Третья мировая ядерная война. Тут нужно отметить, что сам Байден, он как бы воспитан в традициях вот этой холодной войны. Он является политиком, который, ну скажем так, активно участвовал в той холодной войне, которая была в 20 веке. И для него, конечно, вот эта вся риторика, она достаточно понятная, и он ее использует. Но тем самым, как бы это никак не способствует вот той ситуации, которая сейчас происходит на Украине. Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. После чего был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между сторонами. Затем республики Донбасс обратились к РФ с просьбой о помощи. И Российская Федерация 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Елизавета Никитина, Универньюс.